Продолжение следует... Приняты законы, дающие им право вводить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и двухгодичная нулевая налоговая ставка. Это большое подспорье для тех, кто открывает свое дело в сфере услуг в производственной, социальной и научной областях. Также у регионов есть право снижать с 6 до 1% ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения. Вместе с регионами и региональными командами необходимо определять направление, где бизнес наиболее востребован, создавать специальные программы обучения, добиваться конкретных результатов. Только тогда можно достичь здесь качественного прорыва. Выступление президента на предпринимательском форуме внимательно слушал и статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. Он уверен, бизнесу нужно не сколько переориентироваться в условиях кризиса, сколько осознать в этих условиях свою значимость. Мы связались с Константином Эдуардовичем по телефону. Необходимо, конечно, либерализовать бизнес-среду, потому что у предпринимателей должно появляться желание инвестировать. Поэтому необходимо снижать налоги на бизнес. Именно тот бизнес, который дает значительное количество рабочих мест. А это, конечно, мелкий бизнес и средний бизнес. Также мы должны понимать, что значительная часть экономики должна развиваться сама. Основная задача бизнеса должна быть содержание не государства, а граждан. Но и самое главное, что должен понять бизнес в условиях кризиса, что государство – это не пастух, а бизнес – это не бессолковая дойная корова. Бизнес – это наиболее кассионарная часть общества. Именно та часть, которая двигает государство вперед, которые создают рабочие места, из-за которых в бюджет поступают налоги, и развиваются регионы, в том числе Архангельская область. Вот только так можно победить любой кризис. Кстати, слова Константина Добрынина о том, что бизнес двигает государство вперед, звучали и на предпринимательском форуме в Москве, о котором мы говорили в начале программы. Форум был организован общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель ее регионального отделения и участник форума Сергей Антуфьев, сегодня гость нашей студии. Сергей Кимович, здравствуйте. Добрый день. Итак, Владимир Путин сделал акцент на участие регионов региональной власти в поддержке малого бизнеса. Все ли обозначенное президентом, то, что мы услышали, то, что вы слышали на форуме, оно доступно сегодня к реализации предпринимателю в Архангельской области? Ну, в области сейчас такие большие права для развития малого бизнеса предоставлены федеральным центром, и область действительно воспользовалась этими правами по многим видам. Например, по патенту список тех видов деятельности, которые можно сейчас использовать на упрощенной системе в виде патента, он расширен с 47 позиций до 63. Ну, и мало того, ставки по патенту существенно снижены в этом году. Поэтому, я думаю, это такое неплохое подспорье для малого бизнеса. Продлен федеральный закон 159, по которому предприниматели имеют право выкупать помещение. Этим успешно пользуются многие наши предприниматели. Ну, а так как он продлен еще на два года, до 2018 года, то, я так думаю, и те, кто недавно арендует, попадают под эту категорию и в 2018 году смогут по льготным ценам приватизировать свои помещения, которые они сегодня имеют. Есть еще такая возможность, которую пока не воспользовались у нас в Архангельской области наши законодатели. Это снижение ставки по специальным налоговым режимам, по упрощенной системе налогообложения, по ИНВД. Ну, я думаю, это в процессе работы мы, наверное, все это догоним. Ну, и, конечно, у нас еще есть гарантийная поддержка предпринимателей в виде тех грантов, вернее, в виде тех субсидий, которые у нас предоставляют банки. То есть, у нас есть компания, которая помогает взять кредит малому бизнесу и дает определенную гарантию. Этой поддержкой, конечно, тоже у нас в области пользуются очень многие предприниматели, и она успешно у нас работает. А вот вы сказали про упрощенную систему налогообложения, снижение ставки процентов 6 до 1. У нас в области пока этого нет, и региональный парламент наш должен принять, получается. Ну, он не обязательно должен, он имеет право. Надо понимать, что у нас достаточно тяжелая финансовая ситуация, мы же дотационный регион, и тут, конечно, все взвесить. Тут не стоит на них так сильно давить, на наших депутатов. Вот я не случайно спросил про доступность всех законодательных новаций, нормативных актов. Административные барьеры в этой среде эту доступность просто нивелируют, да, и это признают на всех уровнях. И начинающему бизнесмену сегодня приходится пройти все круги бюрократического ада. Вот как решить этот вопрос? Ну, у нас не столько, наверное, административные барьеры, наверное, сколько вот действующее немножко законодательство на сегодня мешает нашему бизнесу. Как известно, у нас примерно 20 миллионов тех, кто сегодня достиг трудоспособного возраста, они находятся в тени. Мы на нашем форуме об этом говорили. Почти год в Государственной Думе лежит закон о самозанятости. Мы обостряли как раз вот на этом наши предложения, мы много их внесли опять. Президент одобрил эти предложения. Я надеюсь, что вот этот закон о самозанятости, об упрощенной системе вступления вот этих вот людей в легальный сектор экономики, я думаю, он, наверное, в ближайшее время будет принят. Поэтому тут вот сюда, наверное, надо сделать акцент в ближайшее время. Ну, то есть свет в конце туннеля здесь есть? Да, конечно. А вот как вы прокомментируете слова Константина Добрынина, которые мы только что услышали, главное, что должен понять бизнес в условиях кризиса, что государство не пастух, а бизнес не бестолковая дуяная корова, что бизнес это та часть нашей страны, которая двигает государство вперед. Вот как это осуществить на деле сегодня? Ну, наверное, сегодня самый главный, вот если вернуться к предыдущему вопросу и к этому, если это объединить, самый главный у нас сегодня барьер, наверное, это трудовые отношения. Вот как мы понимаем, вот мы предприниматели, в том числе это звучало и на форуме, и неоднократно. У нас сегодня очень высокие социальные взносы. Эти взносы, они были увеличены в 2015 году. Если сравнивать с мировой тенденцией, то у нас взносы раза в два больше, чем в среднем в развитых странах мира. Поэтому, конечно, может быть возврат к единому социальному налогу, вот о том, о чем говорил президент на форуме. Может быть, надо подумать о какой-то иной форме. Но вот не снижая вот этих социальных взносов, не снижая нагрузки, которую мы платим пенсионный фонд, нам, наверное, не добиться выхода из тени вот тех 20 миллионов работоспособных граждан, которые у нас сегодня где-то получают свои доходы. Сергей Кимович, по сути, то, о чем мы с вами говорим сейчас, оно аккумулировано в новом проекте, который стартует у нас в области. И одним из кураторов его выступает региональный бизнес-омбудсмен Николай Евменов. И в рубрике «Дело время» ведущему Александру Антонову он сейчас готов рассказать все подробности этого проекта. Предлагаю нас с вами послушать. Добрый вечер. Сегодня будем говорить о проекте, который начинается в Архангельской области с чистого листа. Его инициатором выступил губернатор Архангельской области и название у проекта «Амбициозное». Сотрудничество бизнеса и власти – залог развития Архангельской области. Координатором проекта стал уполномоченный при губернаторе региона по защите прав предпринимателей Николай Евминов. С ним мы и поговорим сегодня. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Итак, в чем суть проекта? Основная концепция проекта в том, что на базе нашей площадки бизнес-уполномоченного создать серию регулярных встреч с органами, федеральными органами власти, областными и муниципальными образованиями, чтобы снимать оперативно все эти недоразумения, все эти конфликтные моменты, которые возникают у власти и у бизнеса, реализуя те или иные проекты. На мой взгляд, самое большое опасение, не уйдет ли весь задор проектов только в разговоры. Какие механизмы вы будете использовать? Вы знаете, мы провели большую встречу, на которой губернатор Архангельской области собрал большое количество участников из пяти муниципальных образований. Это город Архангельск, это Онежский район, Новодвинск, Северодвинск, Приморский район. И предприниматели могли в режиме свободного микрофона задать вопрос первому лицу области. Очень важно, что сегодня те нормативные акты, которые принимаются в регионе, их иногда бизнес не знает. Например, закон о патенте. Мало кто знал, что, оказывается, налогооблагаемая база для такси была снижена в ноябре прошлого года. Анонс этого нового закона прозвучал на встрече губернатора. 25% на эту сумму была снижена налогооблагаемая база. Мало кто знал о том, что сегодня мы ведем большую работу, связанную с некапитальными объектами и с приходом малого бизнеса в города и районы именно с помощью малых форм услуг и торговли. И вот этот процесс, конечно, он всегда будет иметь возможность донести до целевой аудитории те вещи, с которыми мы работаем. Но нам нужен партнер, муниципальное образование. И вот это партнерство, оно будет в рамках этого проекта закреплено нашими совместными поручениями и совместным контролем. Только тогда, когда будет настоящий документ в три стороны, это бизнес, это власть, это бизнес-омбудсмен, тогда мы считаем, что мы можем полноценно реализовать те задачи, которые стоят перед проектом. То есть я правильно понимаю, что по итогам ваших дискуссий, ваших рабочих поездок будет создана некая дорожная карта действий? Да, мы договорились о том, что такая дорожная карта будет, но она будет на базе реестра обращений представителей бизнеса в процессе таких регулярных встреч. Каждое муниципальное образование по плану мы посетим обязательно. Срок мы определяем сегодня совместно с главами муниципальных образований и с нашими представителями на местах, поскольку у меня, как у уполномоченного, есть представитель в районе, который сегодня формирует местный план действий и развития уже этих коммуникаций. Мы считаем, что уже начало февраля у нас будет переход в работу в поля. Сейчас мы формируем план и собираем те актуальные вопросы от представителей бизнеса. Наши партнеры сегодня это эксперты на местах. Это отраслевые эксперты, это бизнес-объединение и отраслевые ассоциации малого и среднего бизнеса. Насколько я понимаю, после того, как начнется уже камеральная обработка, также будут подключены представители власти? Безусловно. Когда мы формируем сегодня реестр всех обращений, поступающих к нам до этой встречи, мы проводим такую встречу, уже понимая, какой спектр актуальных вопросов сегодня волнует бизнес. Более того, режим свободного микрофона позволяет сегодня бизнес не заводить себя в рамки, а открыто ставить власти те задачи, которые сегодня стоят. Почему? Потому что все-таки еще главная задача, которую мы ждем от нашего проекта, это повышение качества муниципальных и государственных услуг. И через повышение качества мы сегодня найдем вот тот компромиссный вариант по срокам и по сокращению издержек, которые сегодня интересуют малый бизнес. Более того, формируя проблему, мы сегодня делаем тот же проект решения. Вот в этом качественное отличие просто переговорного процесса от того, что мы ожидаем, потому что те документы, которые нужно править, те регламенты административные, которые будут повышать качество муниципальных услуг, вот здесь тоже это будет плюс для органов власти, потому что такая задача сегодня поставлена на федеральном уровне, есть соответствующий указ президента. Вы сказали хорошую фразу, улучшение качества. Главное, чтобы этот ваш новый проект, он был действительно качественным, он привел к каким-то реальным изменениям, в том числе и в температуре нашего бизнеса, общества. Ведь в конечном итоге это речь идет о наполнении бюджета, а это уже затрагивает интересы большинства северян. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Сергей Акимович, согласитесь, амбициозно и вместе с тем правильно, наверное, говорит Николай Евменов. Вот у вас какие впечатления от услышанного? Ну, я думаю, это правильно, конечно. Я бы добавил еще четвертого, так скажем, арбитра, что ли, это общество, наверное, простых граждан, когда мы все-таки должны учитывать интересы простых граждан. Но я думаю, это неплохие планы. Вот такие встречи, они проходят уже, да, и мне кажется, что неплохо. Это перспективное такое направление. Сами наверняка в этих встречах будете принимать активное участие? Конечно, конечно. Мы такие встречи тоже проводили. Вот, например, у нас перед форумом, мы, когда готовились к нему, мы провели встречу с главами муниципальных образований на базе Федеральной налоговой инспекции. У нас там есть общественный совет. И так получилось, что многие главы высказали свои пожелания в части межбюджетных отношений. Мы подготовили целый пакет документов, и от Архангельской области на этот форум мы его тоже направили. Он передан в правительство Российской Федерации. Но я думаю, мы тоже вот как-то вот продолжим тоже вместе с Николаем Евменовым, с нашим омбудсменом вот эту работу. И вот как раз в одном из интервью вы сказали, что в нынешних условиях, когда экономические показатели крупных предприятий падают, собственно, вся надежда на малый бизнес, особенно вы заинтересованы, чтобы свое дело открывали молодые люди. А в нашей области им будет где развернуться и где? – Маленький пример. У нас для молодежи есть очень много мер поддержки. Это областная программа. Но я вот сам не знал, ко мне буквально позавчера приехал предприниматель из Коныши. И эта женщина, она захотела создать свой бизнес в части сельского хозяйства. Хотела построить теплицу. Я с удивлением узнал, что можно получить полтора миллиона рублей на открытие такого дела. Есть еще вторая программа по финансированию мер по энергосбережению. И есть еще программа по инновациям. То есть человек может зайти сразу в три программы. При наличии определенных условий, которые у нас есть при получении вот этих грантов, я так думаю, бизнес у нее может пойти достаточно успешно. Вот это сельское хозяйство, куда сейчас направлены и финансовые усилия, и усилия, я не знаю, такие научные, может быть, так скажем. Это вот одно из направлений. Второе направление, наверное, об этом тоже на форуме всегда говорили. Это, наверное, участие малого бизнеса в работе крупнейших предприятий. У нас огромный кластер в Северодвинске, это наши оборонные заводы. И вот перспектива зайти туда малому бизнесу, может быть, с какими-то своими разработками, я так думаю, там очень высокая. Я так думаю, что даже не только у регионального бизнеса, но, наверное, туда пойдут и из других областей предпринимателей. Надо учесть, что там в том числе и нехватка на сегодняшний день рабочих рук. Поэтому там все так достаточно динамично развивается. Я думаю, что это тоже одно из направлений. Вы сказали о судостроительном кластере, о большом глобальном. А если говорить о малом бизнесе в сфере, например, торговли, то у меня знакомая хочет открыть собственную пекарню. Посоветуйте ей сегодня этим заняться или все-таки повременить? Вообще, когда в последнее время ко мне приходят предприниматели, начинающие именно, я им советую вначале поработать, может быть, на каком-то из предприятий профильных, потому что всегда удобно и правильно учиться на чужих ошибках. И надо помнить, что предприниматель отвечает всем своим имуществом. Даже если у тебя есть квартира, которую бабушка с дедушкой приватизировали, то ты ее можешь потерять за какие-то долги и провалы в бизнесе. Поэтому если молодежь все-таки достаточно уверенная, если у них интересный, инновационный проект, а мы знаем, что по некоторым видам у нас сегодня даже, по сути дела, нет налогообложения, это по производству, там в течение двух лет предоставлены каникулы, это в науке и в социалке. Если у нас предприниматели идут туда, то у них вообще неплохие перспективы, с учетом того, что можно еще и финансовую поддержку получить. Поэтому все-таки, если это вот не такие научные области, все-таки, если это не те направления, которые сегодня у нас государство поддерживает, ну в том числе и торговлю, ее никогда не поддерживали так, по-настоящему, потому что это достаточно прибыльный вид бизнеса, то я считаю, что лучше начать все-таки под чьим-то руководством, пройти вот это все, вот эти административные барьеры, попробовать свой бизнес с точки зрения наемного работника, а потом уже окунаться в предпринимательство. Сергей Кимович, спасибо большое за интересную беседу и за те советы, которые вы дали нам и нашим зрителям. Надеюсь, они обязательно им пригодятся. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.